Игра со смертью сотрудники МЧС Любители пострелять взялись за ружья. Пора за дичью. В регионе открывался сезон весенней охоты. Пока, правда, только на западном участке. Он включает в себя территории Шоинского, Канинского, Пешского, Омского и Тиманского сельсоветов. Но поохотиться на пернатую дичь в этих зонах разрешено до 25 мая. А 23 мая сезон начинается на центральном участке. 30-го на Восточном. Главное, напоминают жителям региона специалисты, не увлечься на добычу каждой конкретной птицы. Есть свой лимит. За весь период охоты подстрелить можно не больше 20 гусей или казарок. Ну, столько же селезней. Нарушителей правил ждет немалый штраф. В Турции завершается строительство нового рыболовецкого судна для флота Нинецкого округа. Событие для нашего региона знаменательное. Этот международный проект – первый в истории субъекта. Траулер строят по норвежским технологиям. Судно уже получило имя. Его назвали Печора. Современному траулеру предстоит заменить устаревший флот семи колхозов региона на воду. Печору планируют спустить уже в августе этого года. Мощность траулера – 4000 лошадиных сил. Вместимость трюма – 700 тонн продукции. Вот поэтому та квота, которую сегодня выделяют региональному рыбак-колохоз «Союз» в водах Баренцева моря, в дальнейшем будет освоена на 100%. Стоимость международного проекта для Нинецкого округа составила 22 миллиона евро. Зарегистрирован траулер будет в Наринмарском морском порту, но базироваться и работать в Печоре предстоит в Мурманской области. А пойманная рыба моряками новенького судна непременно окажется на прилавках магазинов всего Нинецкого округа. Голова основного ледохода на Печоре развивается на участке Леждук-Тошвиска в 125 километров выше Наринмара. Ниже по реке до Нижней Каменки подвижки, до Сколково ледостав закраинами, Печора вскрылась до Леждука. Отмечается ледоход различной густоты. На Старой Печоре наблюдаются подвижки в Лабожском и Пылемце. За прошлые сутки уровень воды в Оксино поднялся на 68 сантиметров, в Наринмаре в районе Городецкого шара на 35, а в Андиге вода прибыла на 27 сантиметров, в Хароте на 35. В Коткино вода поднялась на 29 сантиметров, на Суле идет ледоход. Поднялась вода и в Харивере, Тошвиске, Великовисочном, Лабожском, Хангурее. В Наринмаре сотрудники МЧС спасли трех мальчиков, которые оказались на плоту, зажатом льдинами. Несчастный случай произошел в районе Качгартинского моста. Детей на самодельном сооружении понесло течением. Школьники не стали паниковать, поэтому не упали в воду. О том, что подростки оказались в сложной ситуации, спасателям сообщили очевидцы происшествия. И самое страшное, к сожалению, это не единственный случай. Подробности далее. Если в Наринмар пришла весна, а на Печоре лед становится тонким, то родители, берегитесь, ваши дети начинают играть в опасные игры, которые порой могут закончиться, но очень плачевно. Гриша, ты на меня быстрее, придурок! Вместо того, чтобы помочь своему другу, автор ролика продолжает снимать видео на телефон. Человека за кадром вообще не смущает, что его приятель находится в беде. И это правда жизни. Подобных роликов в интернете очень много. Люди снимают смерть собственных товарищей. Я приезжала по мосту и вот увидела три мальчика. Ирина Терентьева благодаря своей внимательности сохранила жизни трем подросткам. Школьники застряли на деревянном плоту, которое зажало дрейфующими льдинами. Об увиденном девушка сообщила спасателям. Сотрудники МЧС детей эвакуировали. Все живы-здоровы. А ведь эта прогулка для них могла стать последней. Я думаю, что и в школе, и в садике уже нужно это им прививать с самых малых лет. Чтобы они все равно чувствовали какую-то ответственность за себя, за своих друзей. Вот в конце концов, они же были втроем. А что заставляет детей, вот на ваш взгляд? Сами помните о прошлом? Не знаю. Может быть, им экстрима не хватает, энергию свою куда-то девать нужно. Вот и девают, только очень опасными способами. Если, к примеру, выход на лед запрещен, то для детей законы не писаны. Их словно притягивает к коварным местам. Хрупкий лед, открытая вода и различные обрывы. Где еще, как не здесь, доказать товарищам свою смелость? Верните 10 лет назад, и сейчас многие себя в этот момент узнают. Ведь раньше, в детстве, мы всегда искали приключения. Нам ничего не было страшно. Не то, что сейчас, ой, мамочки. Нельзя выходить на лед при том, где можно утонуть. Ученица третьего класса Марина Махнева после встречи со спасателями теперь точно знает – безопасность превыше всего. А вот некоторые ее знакомые, в основном мальчики, продолжают играть со смертью. Причина, считает школьница, отнюдь нежелание показать свою смелость. Потому что тут обычно нельзя купаться, и все хочется побывать в воде. Но все же, если вы оказались в холодной воде, не паникуйте. Хоть это и сложно, советуют спасатели. На берег пытайтесь выбраться по старым следам. И ни в коем случае не поднимайтесь на ноги. Просто ползите. Детям действовать в ситуации нужно точно так же. Нужно родителям знать, где находятся их дети, где они гуляют. И еще раз им напомнить об этом, что играть в воды нельзя. Впрочем, многие дети, несмотря на множество предупреждений, до сих пор этого не уяснили. Несколько дней назад в Оме с дрейфующей льдины были сняты две маленькие девочки. Они выжили чудом. Олег Танзейский, Александр Дуркин, Леонид Шишелов, Телеканал Север. ДТП с участием несовершеннолетнего произошло в поселке Искателей. В 14.36 на улице Монтажников 13-летний подросток перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода и попал под проезжающий пассажирский автобус Наринморского АТП. На месте происшествия побывала и наша съемочная группа. Моим коллегам удалось пообщаться с очевидцами ДТП. С травмами пострадавший был доставлен в приемный покой Ненецкой окружной больницы. И как нам сообщили в приемном покое, мальчик в удовлетворительном состоянии. Его уже отпустили домой. Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают факты произошедшего. И далее о тех, кто исключительно учится на 4.5. Современные вундеркинды в Наринморе назвали имена лучших учеников. Кандидатуры разные, достижения похожие. В дневниках 4.5 замечаний отсутствуют. Культ поход для неспящих пятый раз. В Наринморе прошла всероссийская акция «Ночь в музее». И как всегда с аншлагом организаторы постарались приготовить особую программу. Весна на севере. Цены пополам. Два проката по цене одного. С нами теплее. Звоните 217-17. Будущее города, будущее страны в мэрии в одиннадцатый раз назвали лучших учеников Наринмара. В их дневниках только 5, ну или 4. Кроме учебы они успевают заниматься спортом, активно участвуют в жизни школы и города, отстаивают честь региона на спортивных состязаниях и предметных олимпиадах в масштабах страны. Алена Валей о современных умницах и умниках. В мэрии в этот день собрались ненародные избранники и непредставители власти. В конце учебного года главные гости в актовом зале администрации – ученики. Им от 19 до 17. Но свои годы они уже пример для подражания младших школьников и своих одноклассников. Александр Сесей во второй раз становится учеником года. Первый раз на сцену администрации он поднимался в третьем классе. Спустя 6 лет всё повторилось. Кроме учебы в школе, Александру удаётся ещё заниматься творчеством и спортом. Занимаюсь спортом, хоккеем. Это моё основное увлечение. Гитара. Занимаюсь в музыкальной школе. Ну, ещё какие-нибудь дополнительные, там, спортзал, там. Ну, после школы, там, допустим, бывают какие-то конкурсы ещё, там, художественное слово. В этом году на региональном фестивале художественной самодеятельности «Молодёжная весна» в номинации «Художественное слово» Александр стал лауреатом третьей степени. А в хоккее команда Александра стала чемпионами города. Как говорит мама девятиклассника Мария Кушнир, главные качества закладываются в ребёнке ещё в раннем детстве. «Самое главное – это поддержка родственников. Самое главное – это наши бабушки, которых, к сожалению, сейчас с нами нет, но они большую очень роль сыграли в нашей жизни. Был малышом, старались, успевали и на лыжах. Одна бабушка с ним на лыжную трассу. Он шесть лет профессионально довольно-таки занимался с лыжами, был первым в округе Гремели, то есть, ну, в своей фамилии уже, да, выезжали на выезды, были и в Мяндаму, и в Мурманск». Благодаря своим родным диплом ученика года получила десятиклассница первой школы Мария Фомина. Она впервые поднялась на сцену городской администрации. «Конечно, здесь очень сильно помогает папа, сейчас бабушка, заниматься и, в принципе, уделяя внимание каждому предмету, хотя бы немного времени, всё получается». Быть успешными в учёбе и общественной жизни получается у 22 юных горожан. 15 человек получили награды в номинации «Интеллектуал» и ещё 7 в категории «Творческая личность». Дипломы и памятные статуэтки им вручали почётные жители Нарьинмара. Слова благодарности звучали в этот день и в адрес тех, кто подготовил лучших школьников города – родителей, классных руководителей и педагогических коллективов школ. Культ поход для неспящих в пятый раз в Нарьинмаре прошла всероссийская акция «Ночь в музее». В этом году она собрала рекордное количество посетителей – более полутора тысяч в Ненецком краеведческом музее. В эту ночь было особенно оживлённо. У нас сегодня ночь в музеях. Идёт очень оживлённо. Народ нескончаемым потоком в буквальном смысле посещает музей. Очень много организовано мастер-классов для детей. Есть очень интересное разработанное путешествие по музею. В результате ответившие на вопросы этого путешествия получают интересный документ. Каждому, кто прошёл весь маршрут, сотрудники музея выдавали именную солдатскую книжку, которая даёт право в течение года посетить бесплатно музей со своими родственниками или друзьями. Не менее интересно было и в Пустозерском музее. Там развернулась ярмарка продажа. Для любителей истории краеведения была организована автобусная экскурсия по городу. Пустозерские места Наринмара с посещением часовни имени протокопа Абакума. На один день столица Ненинского округа превратилась в площадку для бальных танцев. На протяжении трёх часов во дворце спорта Норд непривычно звучала музыка. В одном из залов за столиками сидели зрители с цветами, а дети, как главные герои вечера, окружили по паркету. Этот праздник был посвящённым. Джаев, самбо и румба снова в Наринмаре. Только на этот раз в исполнении детей. В элегантных костюмах их небрежность и неловкость куда-то исчезают. На танцпол с выправленной осанкой партнёр выводит напарницу. Турнир по спортивным танцам на паркете начинается. Танцевать в четыре руки и четыре ноги совсем непросто. Для самых маленьких по микрофону ведут счёт. Кто поопытнее, держит ритм самостоятельно. Традиционно первый танец – вальс, затем – ча-ча-ча и самбо. Его особенно любят пара Паша Чупрова и Марина Елисеевой. Танец отличается весельем, флиртом и характерным движением бёдрами. Самбо – шаг вперёд, но с наскатом надо идти с пружинки. Мама Паши, как и другие родители танцоров, своего сына поддерживает. Бытует мнение – бальные танцы – спорт не для мужчин. Для таких случаев у родителей всегда найдётся логичный ответ. Всегда может произвести впечатление на девушку, когда молодой человек держит осанку, умеет пригласить на танец, при этом у него хорошо получается. Почему нет? Это здорово. Марина Елисеева занимается в студии КДЦ «Арктика» по рекомендации мамы. Десять лет она выступала на сценах округа и знает настоящую цену танца. У меня нет проблем, так скажем, со здоровьем, ху-ху-ху. Себя чувствуешь комфортно в любой ситуации. Спину держишь ровно, вот улыбка всегда на лице. Яркий турнир – повод записаться в студию танца. В городе работает три детских клуба. Специально для начинающих один из лучших танцоров Мурманска показал «Малый квадрат» – базовую фигуру в бальных танцах. Дмитрий Соборов и Екатерина Крысанова – бронзовые чемпионы мира и пятикратные чемпионы России. Все титулы – результат бесконечных тренировок, репетиций, поездок на турниры. По словам Дмитрия, каждая копейка в семье уходила на занятия. Спустя 20 лет они блистают на самых престижных конкурсах России, Европы и мира. Именно они увезли Кубок губернатора Ненецкого округа в 2013 году. Если ребенок выбрал этот путь, то очень важно, чтобы его поддерживал и тренер, и родители. Потому что в какой-то момент ему тоже можно сказать, ой, мне надоело или еще что-то. И то очень важно, чтобы была команда людей, которые могут направить и сказать, что нет, это тебе нужно, развивайся, делай и так далее. В этом году турнир впервые провели на площадке Дворца спорта «Норд». Профессиональное жюри высоко оценило организацию и уровень подготовки детей. У меня впечатление очень хорошее. Во-первых, я считаю, что это большая победа для всего города. То, что провели такой турнир своими силами. Такое количество танцоров было, пускай молодых, но зато очень перспективных. Нынешний турнир был действительно богат на новинки. Так, впервые на суд зрителей вышли воспитанники детского дома. Для Федерации танцевального спорта это большое достижение. Было здорово, это было очень грамотно. Это было именно для детей. Это был год ребенка. Я безумно рада, что количество детей составило практически 80 человек. Это очень много. И мы рады, что теперь варьный танц у нас для детей округа. То есть соревнуются именно сами спортсмены. Все танцевальные пары и исполнители соло получили достойные призы от жюри и зрителей. В завершение вечера выступили победители чемпионата Северо-Запада Егор Примакин и Александр Сахарова. Валентина Чебичек, Сергей Качегов, Телеканал «Север». Ну и далее блок спорта. Битва тела или праздник красоты в столице региона прошел турнир по фитнесу и бодибилдингу. Отвести глаза от участников было очень сложно. 44 борца от 7 до 20 лет приняли участие в шестом ежегодном турнире по вольной борьбе, посвященном памяти Вадима Гирейханова, основателя и первого президента Федерации спортивной борьбы в Нинецком округе. Ирина Цепетова с подробностями. Турнир по вольной борьбе в памяти Вадима Гирейханова традиционно проводится в мае. Заявиться на участие в нем могли все желающие, что и сделали ребята из Дагестана. Муратбек Абдул-Каримов впервые в Наринмаре на турнир его пригласил дядя. В свои 19 лет юноша уже одержал много побед. Первое место на первенстве России, неоднократное чемпионство Дагестана, победы на международных соревнованиях. Дядя мне прием. Вначале я молодой был, приходил в зал, играл, потом уже дядя потянул. Мне понравилось. У меня цель достать олимпийский чемпион. Для этого я тренируюсь. Среди окружных спортсменов свои силы в вольной борьбе пробовали студенты аграрно-экономического техникума, социально-гуманитарного колледжа и школьники. Еще приглашали в Северодвинск, но они уехали на международный турнир и не смогли приехать. Я думаю, в последующем география турнира будет расширяться. Участвуют ребята из года в год. Я думаю, популяризация борьбы растет. Много ребят приходит сейчас молодых, школьников в секцию. Всего же на турнир памяти основателя и первого президента Федерации по спортивной борьбе Вадима Гирейханова заявились 44 спортсмена. На протяжении нескольких часов борцы отстаивали право считаться лучшими в своей весовой категории. К слову, всего их было 11. Все победители получили кубки, медали и дипломы. Ирина Цепетова, Сергей Качегов, телеканал «Север». Праздник красоты и фитнеса прошел в эти выходные в детско-юношеском центре «Лидер». Свои бицепсы продемонстрировали бодибилдеры Нарин Мара и Архангельска. В числе зрителей побывала и наша съемочная группа. Как можно больше белков, минимум углеводов и воды. Между собой спортсмены называют это сушкой. На такой диете 11-классник Дмитрий Канев сидел несколько дней до соревнований. Но в бодибилдинге помимо этого еще много сложностей. Ну, это очень тяжелые усилия во время позирования. Ну, очень тяжело. А мы сейчас болят после этого? Да нет, вроде не болят. Но только сводит из-за того, что воду не пьешь. В бодибилдинг идут многие от мал до велика. Если Дмитрию Каневу, который, кстати, занял третье место в категории классический бодибилдинг, всего 17, то его коллеге по спорту из Архангельска Сергея Третьякову 20 лет. Занимается всего два года, но за плечами уже серьезные достижения. Впрочем, для Сергея главное не это. Что сподвигло? В первую очередь, это красивое тело, много мяса, чтобы нравиться девочкам. И быть в первую очередь здоровым. Всего в турнире по бодибилдингу и фитнесу приняли участие 19 спортсменов, в том числе 3 девушки. Лучих выявляли в 4 номинациях – классический, пляжный, экстремальный и фитнес-бодибилдинг. Организаторами праздника выступила Федерация бодибилдинга и фитнеса Ненецкого округа. Давно уже в нашей рейт-видею хотели провести праздник не просто фитнеса, бодибилдинга, бодифитнеса, а просто сделать праздник для всех спортсменов, независимо от вида спорта, скажем так. Поэтому договорились с командой города Архангельска, как вы видели сегодня. Бодибилдеры приезжали, фитнес-бикини, фитнес-девушки. Подготовились наши спортсмены и я думаю, что получилось сегодня неплохо. Всех победителей наградили кубками, грамотами и денежными премиями. Как отметили организаторы, для норидмарских спортсменов такие соревнования – отличная площадка для принятия опыта от приезжих спортсменов. Алина Волчейская, Леонид Шишилов, Телеканал Север. В Сочи наградили победителей сезона ночной хоккейной лиги. В Олимпийской столице прошел четвертый всероссийский фестиваль среди любительских команд. В этом году обладателем Кубка легендарного советского и российского хоккеиста Владимира Крутого стала команда из Петербурга «Невский регион». Главный трофей и сертификат на строительство в городе крытого катка спортсменам вручил лично Владимир Путин. Во всероссийском турнире участие принимала и команда из Нинницкого округа. Из 32 сборных пингвины стали 18-ми. Наши хоккеисты в общей сложности в Сочи провели 6 матчей. Три проиграли, три выиграли. Напомню, в прошлом сезоне пингвины стали шестыми. Такие были новости Север от наших корреспондентов. Также ждем и ваших новостей. Звоните, пишите, присылайте нам свои фото или видео. Телефон службы информации 490-03. Адрес сайта www.trksever.ru Найти нас можно и в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере и Фейсбуке. Смотрите, читайте, комментируйте. Давайте вместе делать новости. Ну а далее прогноз погоды.